Всем привет, дорогие друзья! В марте я выпустил видео, в котором сказал, что компания Лего прекращает поставки своей продукции в Россию. На дворе июне, к сожалению, с тех пор долгом ничего не поменялось. Я обещал держать вас в курсе новостей, посему в этом видео я перечислю все сеты, которые вышли с тех пор, и в теории могут никогда у нас не появиться. Не забудьте подписаться. Приятного просмотра! Официально в Россию наборы, как вы уже поняли, не завозятся, однако приобрести их, тем не менее, возможность имеется. Спонсор сегодняшнего ролика – магазин PS Brick, занимающийся продажей под заказ оригинальных сетов Лего, которые нельзя купить в обычных магазинах. То есть почти все новинки, которые я озвучу в этом ролике. Звездные войны, Ниндзяга, Марвел и много-много чего еще. Профиль на Авито содержит множество положительных отзывов, а в специальном телеграм-канале публикуются все отчеты о доставке. В настоящий момент в магазине проводится конкурс на Титаник, между прочим, один из самых больших сетов в истории. Ну а при вводе промокода BRICKNEWS до 10 июня вы получите скидку в 5% при покупке на сумму от 15 тысяч рублей. Ссылки на PS Brick в Телеграм и Авито я оставил в описании. Несмотря на то, что поставки товара были прекращены в самом начале марта, новинки этого месяца в России успели завести еще в феврале. Хотя и продавали их в дальнейшем очень дорого, с целью соответствия тогдашнему курсу евро. Тем не менее, некоторые особо популярные позиции были раскуплены в том же мире кубиков моментально. К примеру, тронный зал Бобы Фетта. Ну а в других магазинах товароведы повесили на него ценник в районе 19-30 тысяч рублей. Понятное дело, я не принимаю в расчет Авито и прочие другие сайты объявлений. В любом случае, большинство новинок марта в магазинах продаются, и перечислять их сегодня особенного смысла я не вижу. Ну а комплекта этого месяца завести к нам заранее Ясенпе никто не успел, и по этой причине ни один его набор официально у нас не засветился. Во-первых, это два небольших предмета серии Brick Sketches, Железный Человек и Майлз Моралес. Следующий товар – машина времени Делориан. По моему скромному мнению, один из самых лучших наборов бренда за последние годы. К тому же, основанный на трилогии «Назад в будущее», по которой датчане пилят сеты не особенно часто. На общий рынок попались совершенно новые мини-фигурки Марти Макфлая и Дука Брауна. Причем на сегодняшний день сета нет в наличии даже в США, но на этот раз по причине огромного ажиотажа. Волна, состоящая из трех наборов по новому мультфильму студии Pixar Lighter, являющемуся спин-оффом франшизы «История игрушек». Космический корабль XL-15, битва с Зургом и погоня от Циклопа. Если комплекты по четвертой части ленты мне не понравились от слова совсем, то это, сдается мне, выглядит очень достойно. Даже детский 4-плюс набор смотрится солиднее всех сетов по той истории 4 вместе взятых. Огромная волна Мир Юрского периода, приуроченная к выходу третьей части Мюпас под заголовком «Господство». Погоня за Птеранодоном. Побег Тираннозавра. Погоня на байке за Атрацераптором. Поимка Велоцераптора в Блю и Беты. Нападение Кицелька Атли на самолет. Побег Атрацераптора и Тираннозавра. Атака Гиганатозавра и Терезинозавра. Нападение Трицератопса на пикап. Перевозка Пирораптора и Делофазавра. Ну и побег Тирекса по первому парку. Совсем недавно один из дизайнеров серии подтвердил, что на этом история Лего Мира Юрского периода не заканчивается. И в следующем 2023 году произойдет как минимум еще одна волна подобных товаров. По Марвел с конвейерной линией сошли. Пак мини-фигурок Финал. Человек-паук против Зеленого Гоблина. А также Мехи Росомахи, Черной Пантеры и Железного Человека. Последние три пункта изначально собирались появиться еще в январе. Однако из-за проблем с устойчивостью моделей, дочини их решили малость доработать и выпустить позднее. 90 лет игры. В этом году, напомню, компания Лего стукнула 90 лет. В честь чего ее дизайнерами была подготовлена куча юбилейной продукции. Данный товар первый из их числа. Фактически обычный набор деталей, из которых возможно собрать мини-версии культовых игрушек бренда. Я считаю достаточно забавно. Суккуленты и Орхидея. Продолжение линейки ботанической коллекции, запущенной в массы еще в прошлом году. Это оказалось довольно популярной затей, так что развивать ее леговцы будут еще очень долго. Новинки, например, также временно недоступны в США. Длина шей по игре Horizon. Horizon. Отличный сет, который лично я намеревался купить в первую очередь. Навряд ли кто-нибудь удивится, если я скажу, что замечательно продается и он. И в будущем, скорее всего, аналогичных изделий выйдет еще больше. К тому же на горизонте маячит целый сериал по вселенной Horizon. Серия мини-фигурок по Muppet Show. Пятерка новинок по Звездным Войнам. UCS Ланспидер Люка. Сам по себе Ланспидер давно стал мемом среди фанатов Лего ЗВ, поскольку перевыпускают его чуть ли не раз в два года. Тем не менее, UCS версии транспорта доселе никогда не выпускалось. К тому же со столь шикарной фигуркой С-3П в комплекте. Боевой Танк Республики. Долгожданный мною набор, поскольку включает в себя абсолютно новый Легион Клонов. Если бы точнее, 187-й. Тем более, при покупке получится поиметь, пожалуй, наилучшую версию Мейса Винду из всех. Три набора из новой подсерии под названием Диорамы. Представляют собой полочные модели некоторых культовых сцен франшизы с принтом знаменитой цитата оттуда. Пролет в траншеи Звезды Смерти, тренировка джедая на Дагобе и мусороуплотнитель Звезды Смерти. А также два сета от Марвел по фильму Тор, Любовь и Гром. Абсолютно ужасная, на мой взгляд, атака на новый Асгард и вполне себе неплохая козья лодка. Ну и наконец, первый месяц лета. Один из самых богатых на новинки периодов. Всего я насчитал 99 запиленных артикулов, которые опять-таки в России, по крайней мере, пока не появились. Сразу оговорюсь, я не стану перечислять товары Дотс, Фрэнс и Дупла. Великая пирамида Гизы. Добротный сет из архитектуры. Роллинг Стоунс. Первый набор из серии арт, представляющий собой не мозаику, а полноценную конструкцию логотипа британской рок-группы. Один брикхед по Гарри Поттеру. Профессоры Хугвартса. Оптимус Прайм. А вот этому я посвящал отдельное видео. Вкратце, речь об очень важном наборе для Лего, поскольку он является дебютом в сотрудничестве с Хазбо, некогда основным конкурентом датчан. Ну и куда же без бескрайних просторов сети. Блистерпак минифигурок. Космический аттракцион. Трюковой мотоцикл в виде ванны. Туристический байк. Трюковой мотоцикл отчаянной скорпионессы. Нападение акулы. Нокдаун. Клинок. Сокрушительный шимпанзе. Двойная петля. Фермерский фургон. Курятник. Шикарный амбар с животными. Продуктовый магазин с новой деталью протеза. Пассажирский поезд экспресс. Железнодорожная станция. Товарный поезд. И детские миссии по спасению диких животных. Исследования Марса. И детективная миссия водной полиции. Которые, впрочем, можно прикупить ради деталей. Классик. Строим вместе и космическая миссия. Креатор в этом полугодии порадовал нас лишь тремя сетами. Почему так мало, честно, не имею ни малейшего понятия. Это годный поиск затонувших сокровищ. Так себе магазин лапши. И долгожданное возвращение викингов совместно с их кораблем. Леговцы редко как домучат новые детали для наборов данной серии. Однако на этот раз они поднапряглись и соорудили новенький головной убор. Хотя использование одного и того же торсика для некоторых викингов, честно говоря, откровенно пахнет халтурой. Три товара по Диснею. Кемпинг, парк развлечений и замок. Прошлая волна лично мне понравилась сильнее. К тому же обидно, что дизайнеры уже десятый год существования темы ограничены лишь только персонажами Диснея, так или иначе связанными либо с Микки Маусом, либо с принцессами. Гарри Поттер, карета и фестралы Хогвартса, спасение Сириуса, визжащая хижина и гремучая Ива, венгерская хвосторога, кабинет Дамблдора, площадь Гриму-12 и Министерство магии. Первый за достаточно продолжительное время сет, основанный на дарах смерти. В прошлом году, напомню, дизайнеры Североевропы заявили, что недолгое время не производили сеты по данным лентам из-за их мрачности, неподходящей принципам компании Лего. Видимо, спустя время эти самые принципы поменялись. Звездная ночь Винсента Ван Гуга Пай Диас. О том, что указанный комплект в принципе ожидается в природе, я заикался на своем канале более года назад, и вот наконец-то он релизнулся, и произошло это в первый день лета. В наличии имеется также мини-фигурка самого нидерландского постимпрессиониста. Произошла пятерка новинок по Майнкрафт. Пекарня, Бастион, Ледяной замок, Красная ферма и Лама. Убежище лесных разбойников. Еще один комплект, произведенный в честь 90-летия компании Лего, является перевыпуском одноименного набора 1988 года рождения. По Манки Кид ровно как и по Крейтеру состоялось три сета. Дракон Востока, фургон команды Манки Кида и Царство Небесное. По Ниндзяга, разумеется, тоже выйдет достаточно крупная линия к товару. Фигурки из этого ассортимента я уже рассмотрел в своем ролике со всеми мини-фигурками серии. Посмотреть его можно кликнув по подсказке в правом верхнем углу. Драконий храм Ниндзя, мотоцикл Джея Золотой Дракон, реактивный самолет Зейна, драконий вездеход Коула, кристальный король, храм Кристального Короля, багги Кая Золотой Дракон, золотой ультрадракон Ллойда и робот Нии Самурая Икс. Star Wars отметился лишь выходом в июне Истребителя Мандалор ЦН-1. Согласно откровениям дизайнеров, сет был сделан в кратчайшие сроки, чтобы не опоздать к релизу сериала Книга Боба Фетта, и у них все равно успеть не получилось. Для Марвел июнь также оказался не слишком богатым на комплекты. В пластике приключились лишь сборная модель Грута и Мастерская Железного Человека, выполненная, между прочим, по второй части трилогии. По технику на прилавке заехал Феррари Дайтона, очередной суперкар серии, насчитывающей ни много ни мало 3778 деталей. Ну и напоследок пробежимся по наиболее важным новостям из мира Лего, которые успели появиться за последнюю неделю. Во-первых, вышли официальные изображения большей части августовской волны наборов Звездные войны. Брикет Кеноби и Дарта Вейдера, Истребитель Оби-Вана, Сборная модель Дроида БД-1, Корабль Инквизитора Вкаса и Засада на Ферриксе. Видео с более подробным разбором каждого из вышеназванных артикулов я произвел для своей группы ВКонтакте, ссылка также находится в описании. Во-вторых, произошли сразу две хорошие новости по Марвел. В России состоялся выход первого номера журнала Лего Мститель, с мини-фигуркой Железного Человека в содержимом. Ну и официальный анонс нового набора, нано-перчатка. По моему мнению, выглядит она гораздо приличнее прошлогодней Перчатки Бесконечности. Стоить будет 70 баксов. Ну и в-третьих, лично для меня самая интересная новость последнего времени. Корпорация может выпустить продукцию по сериалу Колесо Времени. Инстаграм-аккаунт последнего запостил у себя анонс предстоящего Лего Кона, мероприятие, на котором леговцы анонсируют будущие товары. Для тех, кто не знает, Колесо Времени — это фэнтези-сериал от Амазон, основанный на одноименной серии книг. Я с ними не знаком, но сам сериал, на мой взгляд, полное днище, не заслуживающее внимания. Тем не менее, если упомянутый пост не был обычной ошибкой или взломом, сеты по проекту могут случиться очень даже годными. Последние наборы, посвященные фэнтези, выходили аж 8 лет назад. Я говорю про Хоббита. И подобной тематики в нынешнем Лего сильно не хватает. К тому же, Колесо Времени принадлежит Амазон, то есть той же конторе, которая совсем скоро запустит Властелина Колец Кольца Власти. А значит, имеются шансы на рождение сетов и по нему тоже. Известно, все станет уже 18 июня, когда и пройдет мероприятие Лего Кон. А на этом все. Пишите в комментарии ваше мнение касательно новинок. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и жать на колокольчик. Всем огромное спасибо за просмотр, всем пока.